Дюкер – это участок напорного трубопровода. В Щелкове он пролегает по дну Клязьмы, рядом с местом впадения в нее речки Воронок. Здесь, на берегу, уже несколько месяцев идут масштабные ремонтные работы. Гудят генераторы электроснабжения, ведется сварка. В минувший четверг ход реконструкции канализационного дюкера проверил глава городского округа Сергей Горелов. Работы по замене труб, пролегающих под водой, не связаны ни с какой аварийной ситуацией. Необходимость в капитальном ремонте линий канализационного отведения возникла в плановом порядке. Наступил срок замены труб. Это очень непростая операция. Необходимо будет поочередно сначала в одной трубе, а затем в другой выполнить целый комплекс работ по их очистке от накопившихся загрязнений, потом их разрезать на части, извлечь из воды и заменить на новые, которые уже сейчас готовят для этого, на берегу. Причем работа канализации в этом месте не остановится, пока занимаются одной из труб. По другой сточные воды будут протекать к очистным сооружениям. Работы по ремонту канализационного дюкера начались в этом августе и продлятся в соответствии с проектом до весны 2021 года. Как сообщил представитель подрядной организации «Тандем-проект» Александр Семин, набранные сейчас темпы позволят завершить их раньше, еще до конца 2020 года. Береговые части по новой технологии покрываются цементопесчаным покрытием и остаются старыми. Теми, которые положены тогда в 70-80-е годы, речная часть полностью заменяется. Конструкция дюкера остается та же самая, стальная труба в железобетонном дюкере. Единственное, что для повышения ее коррозионной стойкости внутри она покрывается цементополимерным покрытием. Подрядчик при заключении контракта принял на себя ряд обязательств по соблюдению природоохранного законодательства. Также перед руководством «Тандем-проекта» администрации и муниципалитета поставлены задачи по благоустройству территории. Есть и задания заказчику работ. Им выступает межрайонный Щелковский водоканал. У водоканала поставлена задача контролировать ход работ, не допускать аварийных ситуаций, технологических сбоев на данном участке. Подрядчику поставлена задача, чтобы строительная площадка была в надлежащем качестве, работы шли в срок, согласно утвержденного плана графика, и не допускать излив источных вод на рельеф, чтобы вся техника и все насосные оборудования были в исправном состоянии при производстве работы. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.